А вон эти пацаны стоят. Мы попали на какую-то ветку, которая идёт по верху, не под землёй, кстати. График интересный. Ну интересно, вот, покатаемся и по режиму. В Вермине мы тоже ездим в такой ветке. Хотя мы ездим уже достаточно много. Здесь же очень тяжело, на 20, потому что там 15 веток. О, сейчас будет красота. Вот так вот метро проезжает с видом на сену Эльфилеву башню. Ребята, это что-то. Смотрите, вот у нас в Минске метро вот так выезжает с видом на дворец Республики. Ну или там, я не знаю, на какой-нибудь достопримечательности в Минске. На Божесть Победы. На Божесть Победы хотя бы даже, да. Это шикарно. Мы сейчас приехали в западную часть Парижа. Судя по всему, здесь какие-то находятся посольства, наверное, потому что, во-первых... А, ну вот, да. Републик Дус Сурнейм. Что это такое? Офигево знать. А, вот какой-то Словении или что-то такое. Словения или Чехия, может. Или Чехия, да, какое-то такое. А, Словенский, да, Словения. Ну да, это, видимо, какой-то квартал посольств. Ну, такой довольно интересный, приличный. В принципе, домики старенькие, да. Ну, посмотрим, погуляем. Мы идем по этому району и мы понимаем, что он очень зеленый. Очень свежий воздух такой приятный, чистый. Реально, вот в Минске больше бы таких районов зеленых. Было бы просто шикарно. Птички поют. Даже на фоне вообще всех остальных парижских районов. Хотя там тоже везде много зеленых зеленых. Да, там много деревьев здесь просто. Я не знаю, вот ты идешь и везде стоят деревья. И то вот на этой улице даже, можно сказать, что это еще не так обильно все засеяно. Потому что вот мы буквально, да, были 10 минут назад вот в той стороне. Там все в деревьях, там все в деревьях, в каких-то цветах. Супер! И внезапно дошли до посольства нашей Республики Беларусь. Вот так вот оно выглядит в Париже. Вот немножко мы прогулялись дальше. Во-первых, хотим показать, что здесь реально очень зеленый район. Какой-то парк. Просто офигительно. И еще интересно, что велодорожка даже выделена как-то специально бордюром каким-то. В две полосы. Да, в две полосы. Именно одна, скорее всего, для потока в одну сторону, вторая во вторую. То есть здесь как бы велодорожка вообще выделена как отдельная дорога такая. Очень круто. Видно, что здесь это все очень развито. Ну, в принципе, у нас потихонечку тоже развивается велодвижение. Так что мы надеемся, что и у нас будет вот таким образом все сделано. Продолжаем прогулку по этому зеленому прекрасному району. И сейчас мы направляемся в сторону современного района Дефанс. Будем внутренне. Ничего не подкребленного. О, вот там, вдалеке. Ну, нормально, в принципе. Очень классный парк. Посмотрите, какое он красивое. Как же здесь круто. Это уже приград Парижа, да? Да, да. У них это не приград, это окраина. Ну, это окраина, окраина, да. Это окраина, да. Это окраина Парижа. Ну, да. Ну, относительно. Ну, в принципе, ничего. Ну, очень красиво отдохнуть здесь, посидеть на лавочках. Вот здесь вот до этой лавочки стоят. Очень классно. Парижа. 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 Расслайн. Итогestä. Блон Suzzen. Итог bowling medications закреплены. Расслайн столикам. Мы продолжаем двигаться в сторону Дефанса и случайно наткнулись на какое-то интересное очень здание, интересная форма. Мы не знаем, что это такое. Мы сейчас подойдем, посмотрим, оно выглядит очень круто, очень интересно. Ну вот мы вплотную подобрались к этому зданию, еще раз покажу. Очень красивая. Я думаю, мы его можем по кругу пойти. Да. Насколько мы поняли, это какой-то фирменный центр, может быть, какой-нибудь Louis Vuitton знаменитого бренда одежды. Может быть, здесь устраиваются какие-то показы мод, возможно, здесь просто продаются какие-то одежды, какие-то шмотки. Ну, очередь туда стоит такая солидная. Да, очередь туда, видите, очень большая. Посмотрите. Мы, наверное, туда заходить не будем. Чисто так сейчас. Посмотрим, мы знаем, что это такое. А вон, вон, экспозиция. Какая-то выставка. Какая-то выставка, да, может быть, действительно, ну, здание захватывает дух. Думаю, вряд ли она не дастся. А вон эти пацаны стоят. Мы идем уже, ну, я не знаю, прошли метров 200. Реально машину припарковать просто негде. Машины стоят вот в ряд, почти вплотную друг к другу. И, кстати, в ту сторону, как мы видим, вот покажи в ту сторону. Точно так же, но при этом место для инвалида свободно. Никто не паркуется, хотя тут влезла бы еще машина, а то и две небольшие. Вот это называется Европа. Идем уже вот на протяжении 20 минут. И, в принципе, уже почти прошли. Очень интересно, когда на фоне таких маленьких двухэтажных домиков видняются такие огромные небоскребы. Я не знаю, получится ли у нас забраться наверх, как мы вчера забирались на башню Монфорнат. Но что-то мне подсказывает, что, возможно, здесь эти небоскребы будут даже выше, чем та самая пара. Обычное дело для Парижа. Салон Land Rover. Рядом с ним салон Bentley. Я думаю, наверное, стоит зайти и купить себе по машине. Я бы взял две. Сининкую. Заверните мне, пожалуйста. Теперь мы находимся на финишной прямой. Справа от меня, за вот этим фонтаном, находятся небесейские поля. Триумфальная арка. Я не знаю, видно там на видео или нет, но, по идее, должна быть. Мы туда потом подойдем, а слева известный бипланс. Сейчас мы направляемся именно туда.